С виду ничем не примечательный дом, типичный для центра города, но одна квартира оказалась особенной, а таких в последнее время говорят резиновая. Только недавно жильцы этого дома узнали, что с ними по соседству проживало более 30 мигрантов. Мировой судья перечисляет имена и страны, выходцы из которых были зарегистрированы в квартире вот этого студента, Ильи Пирогова. Узбекистан, Киргизия, Таджикистан, Армения. В списке 33 человека. Но за гостеприимством 25-летнего юноша скрывались личные финансовые интересы. Как позже выяснит следствие в квартире студента, что на пролетарской мигранты были только зарегистрированы, но по данному адресу не проживали, просто числились. При этом парень клялся, что денег за это с иностранцев не брал. А даже наоборот, за билеты и временное содержание наемных рабочих сам переплатил 100 тысяч рублей. Заранее знаю о том, что незаконно ставить данных граждан по месту фактического пребывания, зарегистрировал их. Фактически квартира не предоставлялась им для жительства. В мировом суде Центрального района это уже второе дело по резиновым квартирам. В марте этого года приговор вынесли жительницы села Неженко, которая умудрила в своем частном доме зарегистрировать 150 гостей из Средней Азии. От бизнес-затей в мировом суде отрекся Илья Пирогов. Я своевременно признаю и хочу знать, как вы мне назначили наказание, убедить штраф. К пожеланию подсудимого мировой суд все-таки прислушался. Сыграла на определение приговора положительная характеристика студента. Ему назначили штраф в размере 110 тысяч рублей. Екатерина Волкова, Владимир Семенов. Наше время.